Хе-хей! Приветствую вас, друзья и коллеги! Сегодня пройдет очень крутая, на мой взгляд, тема, а точнее, мини-обучение и обзор по нашим ортопедическим рансам и школьным рюкзакам. Все, что предназначено для детей, подростков и взрослой аудитории. Также напомним о том, какие основные коллекции и серии представлены в 2022 году в наших магазинах «Меломан Марвин». Постараюсь все это сделать просто, легко, ненаигранно, чтобы вы чувствовали и понимали основную суть вещей и основную информацию про наш продукт. А мы, пожалуй, начнем. Мы находимся в городе Алматы. Я не представился, меня зовут Ян, я являюсь тренинг-менеджером компании «Меломан Марвин». И сейчас поделюсь самой важной информацией этого тренинга. Первое и самое главное. С 15 июля по 15 сентября у нас проходит главная активность в наших магазинах. Это подготовка к школе. Активная подготовка к школе «Back to School». И сейчас, наверное, 100% даже в ваших самых маленьких магазинах вы видите объемный и огромный ассортимент не только канцелярских принадлежностей, но и тканевой продукции. Начнем мы с ортопедических ранцев. Самая главная особенность ортопедических ранцев заключается в том, что у них не просто жесткая спинка, а эта спинка является ортопедической. В каждом ранце может быть представлена, в зависимости от бренда, разная анатомическая форма. Допустим, первый ранец, который я взял и который хочу вам показать, с такими интересными световыми эффектами, это ранец «Гризли». Вообще, честно сказать, мы с «Гризли» сотрудничаем очень давно. На моей памяти практически уже 10 лет, а «Back to School» у нас проходит 11 лет. И этот бренд, эта компания уже давно зарекомендовала себя с положительной стороны, потому что все вот такие качественные ранцы, поверьте мне, при правильной эксплуатации, прослужат для ребенка от 2 до 4 лет. Вот, как я и говорил, ортопедический ранец имеет жесткую спинку. Мне очень сильно нравятся поролоновые вставки. Они дышащие, они комфортные, они удобные. Они очень мягко лежат на спине и плечах ребенка. Также далее переходим при продаже. Мы обязательно указываем на S-образные лямки. Они тоже очень объемные. К примеру, я могу взять другой ранец от компании «Эрик Краус» и увижу, что точно так же здесь представлена анатомическая форма спинки, ранец ортопедический и S-образные лямки. Ну, практически идентичны, как и в ранцах «Гризли». Но чем хорош «Гризли» в первую очередь? Когда вы продаете, вот на первый взгляд, вы видите, что ранец достаточно компактный. При продаже вы обязательно должны любой ранец или рюкзак открывать и показывать нашим покупателям или посетителям. Объясню почему. Потому что самое ценное скрывается именно внутри. Мы видим, что ранец компактный. На самом деле, обратите внимание, он достаточно объемный. И сюда мы видим, что здесь представлено 2-3 отсека. Сюда как раз и помещаются учебники, тетрадки и канцелярские принадлежности. Также мне очень сильно нравятся логотипы «Гризли». Всегда можно увидеть эту отличительную особенность. Я вижу что-то похожее на классические марки в этой части. И вижу также фирменный логотип «Гризли» вот в этой части. Также в некоторых моделях, помимо вот такого красивого брелка, может быть представлен специальный бейдж. Вы его можете увидеть в ваших магазинах. Он красного цвета. Он необходим для того, чтобы вы заполнили имя, фамилию ребенка, положили все это в ранец. И в случае того, что если ребенок случайно потеряет свой ранец, ответственное лицо этот ранец ребенку вернет. Идем далее. В любом ранце мы видим достаточно широкие молнии. Они реально широкие. И двойная собачка необходима для того, что в случае, если одна собачка выходит из строя, мы используем вторую. Также обратите внимание, что у «Гризли» на каждой собачке приставлен отпечаток «Гризли». И это тоже очень сильно привлекает. Далее, молния сама, она не только широкая, она защищена специальной тканью. Конечно, в этом ранце нет крутой защиты IPX7, как в наших портативных колонках GBL. Но, тем не менее, ранец очень плотный, надежный. Если идет проливной дождь, и ребенок находится на улице недлительное время или снег, то все внутри содержимое не промокнет. Следующий немаловажный момент – это жесткое дно. Мы его тоже отмечаем и объясняем, что если дети по своей безответственности любят бросать ранцы, кататься с горок, ставить в лужи или в сугроб, все внутри содержимое не промокнет. Боковые карманы бывают разные. Они могут быть резинчатые, широкие для специальных бутылочек. Вот сюда бутылочка не поместится. Этот кармашек необходим для мелкой канцелярии. Ну и, конечно же, передний кармашек, в котором мы можем найти вот такой карабинчик. Он предназначен для ценных вещей, допустим, для связки ключей, чтобы связка ключей всегда находилась в этом ранце. Что бы я еще добавил? Светоотражающие элементы есть в каждых моделях ранцев. Единственное, они могут находиться в разных местах. Чаще всего они находятся у основания лямок, боковых частей и также впереди. Но здесь впереди не принципиально все это, потому что, когда ребенок ходит, вот этот эффект освещает ранец. Опять же, вечернее время это такая некая дополнительная функция, чтобы обезопасить ребенка на дорогах. Многие задают вопрос, насколько хватает этой подсветки. Честно сказать, я не знаю. Но на один сезон, вот на один сезон, как говорит и объясняет поставщик, 100% вот этой подсветки нам хватит. Переходим дальше. Обращайте внимание именно на ранцы гризли. Сейчас средняя цена за качественный ранец приблизительно от 27 до 33 тысяч тенге. Далее. Следующий ортопедический ранец немножко отличается от предыдущего ранца тем, что здесь нет молнии. И приставлено, я называю, вот такой кармашек или собачка, как вам удобно. Когда вы, точнее замок, когда вы открываете этот замок, то вы видите объемный отсек. Опять же, все это нужно показывать и транслировать. Потому что некоторых покупателей, особенно мамочек, смущает вот этот замочек. Они считают, что он ненадежный, он быстро рвется. Но скажу следующее. Если ребенок не зажимает вот эту собачку и просто рвет этот замок, то, естественно, со временем он выйдет со строя. Из строя. Будем говорить правильно. Я вам говорил в начале обучения, что в этом году у нас представлены 4 основные коллекции. Первая коллекция это космос. Вторая коллекция это динозавры. Это две коллекции, которые целенаправленно предназначены для мальчиков. Но скажу следующее, что есть масса девочек, которые тоже любят и космос, и динозавров. Тем более сейчас очень актуален фильм Мирюрского периода, вторая часть. И здесь мы видим такого дерзкого раптора, который приставлен на передние, я бы сказал, на титульнике этого ранца. Анатомическая форма спины здесь немного другая. Мне очень сильно нравится, что именно в ранцах Эрик Краус присутствует не только в этой части подтяжки, но еще и здесь вы можете опускать и поднимать лямки. То есть, соответственно, если вы встречаете первоклассника очень маленького, такого невысокого роста, то, конечно, продавать ранец с весом в 1 кг не слишком актуально. Но скажу следующее, что даже 1 кг ранец будет не слишком тяжелый для ребенка. Все это нужно транслировать и показывать. Потому что главная особенность, запомните ортопедического ранца, это не просто правильная ходьба и не искривление позвоночника или правильная осанка. Но это еще и равномерное распределение всей нагрузки. Все, что бы ни находилось в этом ранце, ранец равномерно распределяет. И вот эти как раз S-образные лямки предоставляют этот комфорт. Они не сковывают ребенка, они не спадают. И да, я вам не показал, кстати, здесь есть еще такой специальный фиксатор. Очень удобно. Фиксируем ранец, ребенок торопится, бежит, ранец с плеч не спадает. Так вот, в Эрик Краус, который продается в ваших магазинах, имеет разный вес. Приблизительно от 480 грамм до 1 килограмма. Вот этот ранец, мы прям видим, весит 680 грамм. Для среднего роста ребенка, первоклашки, этот ранец подойдет идеально. Используется он приблизительно с 1 по 4 класс. Можно найти немножко компактнее, можно найти немножко побольше. Если покупатель принципиально отказывается от ортопедического ранца, потому что есть родители, которым не нравится жесткая спинка, я называю такие ранцы полуортопеды. Они помягче. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Вот они полуортопеды, потому что здесь спина более мягкая. Эти ранцы облегченные, очень облегченные. И если покупатель принципиально не хочет приобретать ортопед, то, конечно, вы можете предложить такую модель. 100% такая модель есть в ваших магазинах. Мы видим, что здесь спина помягче. Но, опять же, лямки по качеству не уступают ортопедам. Анатомическая форма, здесь мы ее не видим, но есть сетчатая ткань. В других моделях можно найти анатомическую форму. И даже на лямках вот эта сетчатая ткань тоже для удобства присутствует. Дно здесь не слишком жесткое, но я чувствую, что здесь есть специальная такая влагозащитная подкладка. Допустим, открываю я здесь ранец и тоже показываю, что он достаточно объемный. Сюда можно поместить спортивную форму. Вообще, можно этот полуранец использовать еще и для каких-нибудь детских секций. Вот, таких не боевых, каких-то более простых. Потому что сам по себе рюкзачок очень-очень объемный. Я не говорю, что если вы будете говорить не ранец и рюкзак, это ошибка. Но все-таки используйте вещи правильно. Если это ранец, то это специальный аксессуар, я бы так сказал, да, или сумка, которая предназначена для детей начальных классов. С первого и по четвертый класс. Если это рюкзак или полуортопед. Да, кстати, про полуортопеды мы тоже поговорим немножко позднее. Это с четвертого по седьмой класс. Ну и уже чисто тканевые рюкзаки от седьмого, восьмого класса и выше. Когда вы начинаете продажу, большая рекомендация. При продаже сначала обратить внимание на дизайнерскую составляющую. Как я вам и говорил, в этом году у нас для мальчиков представлено две коллекции, которые для девочек активно используются. Это космос и динозавры. И вот если в первую очередь ребенку нравится этот дизайн, а бывают такие моменты, что не ребенок, а родитель принимает участие в выборе, вы всегда сначала привлекаете покупателя на то, какие коллекции, какие серии у нас есть. Если кто-то считает, что у нас мало франшизных персонажей, объясняю, почему их мало или практически их нет. Там Черепашки-ниндзя, Марвел, Плейдо, что мы продавали очень давно. Сейчас это не слишком актуально. Дети выросли, да, не в возрасте, а вообще в умственном плане. И они предпочитают более строгие цвета, более темные, синие, черные. Если говорить про пестрые и розовые цвета, они у нас тоже представлены в достатке, но на мой взгляд они пользуются меньшей популярностью. Вот перед вами еще один замечательный ранец, космос. Он, я бы так сказал, выглядит фантастически, научно фантастически, да, или даже, ну не знаю, какая-то утопия здесь все-таки есть. Да, принты очень привлекают. Некоторые термины я повторяю неоднократно, чтобы все это вы запоминали, это раз. А второе, конечно, при продаже четырех ортопедов вы будете практически говорить одну и ту же информацию. Да, там ортопедический ранец, анатомическая форма, равномерное распределение, S-образные лямки, светоотражающие элементы, жесткое дно, демонстрировать все это. Просто в каких-то моментах структура той же самой подсветки или лямок может выглядеть по-другому. И, в принципе, это нормальное явление. Также я хотел бы сказать, а точнее рассказать про новый для нас бренд под названием Кокос. Цена вот, допустим, такого ранца 31 тысяча тенге. И Кокос мне тоже очень сильно понравился, потому что он не сильно отличается от Гризли. Я вижу, что здесь очень качественные и надежные материалы, очень объемный основной карман. Бывает еще, что вот в этой части тоже приставлен один кармашек на молнии. Он узкий и предназначен он чаще всего для цветной бумаги или любой бумаги формата А4. Вот. Здесь тоже очень красивая анатомическая форма. В некоторых моделях еще приставлен вот такой потайной кармашек, который мы можем тоже дублировать и показывать, если он в наличии присутствует. Теперь давайте проведем небольшую демонстрацию. Я сейчас позову, точнее приглашу одного нашего участника. Данеля, идем. Прости меня, пожалуйста, что сегодня придется тебя немного поэксплуатировать. То есть, когда, ну представьте, что передо мной стоит ребенок, да, немножко рост там пониже. Вот. И когда я начинаю разговаривать с ребенком, это один большой плюс, потому что родитель это обязательно оценит. То есть, мы подбираем нужный вариант и просто предлагаем померить. Если родитель считает, что это тяжело, это может неудобным быть. Или, допустим, там ранец слишком большой. Вот. Что мы делаем? То есть, мы прям надеваем на ребенка этот ранец, помогаем. Вот так вот. Ребенок стоит. Он, конечно, естественно, немного не самостоятелен. Что мы делаем? Мы затягиваем лямочки. Ну, тебе, мне кажется, вполне нормально. Вот так. И, допустим, ну, фиксируем. Тебе сейчас я-то не буду закрывать. Как бы, тебе это и не нужно. Тебе, мне кажется, и так удобно. Вот. И, естественно, родителю предлагаем или ребенку предлагаем немножко пройтись. Да, там, не знаю, на метров 10, чтобы родитель посмотрел со стороны, как это выглядит красиво. Тебе как, удобно? Вполне. Вполне, да? Так что мы продемонстрировали. И даже если сегодня, здесь и сейчас покупатель не готов приобрести этот ранец, он обязательно запомнит этот день, потому что именно мы проведем такую привлекательную демонстрацию. А после этого мы еще и предложим наши замечательные канцелярские принадлежности европейских брендов, которые мы продаем на протяжении всего года. Спасибо тебе большое. Следующий момент. В нашей коллекции также представлены еще и полуортопеды. Ну, точнее, мы их называем рюкзаки с анатомической формой спинки, с жестким дном. Это переходящие модели приблизительно с 4 по 7 класс, потому что мы видим, что они более объемные. Понятное дело, дети растут, количество учебников и объемы увеличивается. Из-за этого нам необходимы объемные модели рюкзаков. Здесь мы видим привлекательный такой принт, алмазик. Когда я открываю этот замочек, то я вижу, что здесь мы можем этот принт поменять. Я вообще могу картонную вставочку сюда вырезать в образе кружка, нарисовать Наруто, поставить вот в эту часть. И этот логотип будет выглядеть очень достойно и красиво. Кстати, про Наруто. Мы очень сильно ожидаем коллекцию аниме. Это рюкзаки, ранцы Наруто и канцелярская экипировка. Надеюсь, что в ваших регионах, не только в Алматы, эта серия появится. Также можно немножко поговорить про супер премиал. Это MC Nail и Der Diedos. Цена ранцев достигает сумму до 150 и выше 1000 тенге. Но сейчас мы про это говорить не будем, потому что, вероятнее всего, эти ранцы будут представлены только в городе Алматы. И пока сейчас их в наличии нет. Они будут продаваться с наполнением, с канцелярским наполнением. Вот. Favour. Мне очень сильно нравится эта линейка. В прошлом году она у нас достойно продавалась. Здесь форма спинки немного другая, в отличие от других предыдущих ортопедов. Дно также жесткое. И самое главное, здесь очень объемный отсек. Коллеги, запомните, если вы не показываете ранец с внутренней стороны, не показываете сам основной отсек и дополнительные карманы, то вы совершаете очень грубую ошибку, потому что вы проводите демо наполовину. Это точно так же, как книга, которая у вас продается в целлофане не открытой. И покупатель видит вот только основной вот этот товар, а начинка, увы, отсутствует. Так что не стесняйтесь, открывайте, транслируйте и дублируйте. Также по поводу ручек. Все ручки эргономичные и очень удобные. Вот здесь я прям чувствую вот эти круглые пупырышки. И я так понимаю, что это массажная ручка, которая еще, ну, не знаю, не знаю, очень-очень комфортно подходит к моей руке. А вот, например, в некоторых других ранцах представлена вот такая фишка. Вот здесь есть основная ручка, а дополнительная ручка вот такая, не очень удобная. Она предназначена для крючков, которые находятся на боковых частях школьных парт. То есть повесили ранец и на полу он уже не стоит. Кстати, не зря я взял этот ранец. Вот эти ранцы мы называем ранцы-трансформеры. Для тех покупателей, которые очень щепетильно относятся к комнатному пространству, ой, ранец летом занимает много места и так далее, в отличие от рюкзака, не проблема. Ранец-трансформер можно полностью разобрать, мы видим, что здесь есть молнии, сложить и убрать в какое-то, не знаю, там, подсобное помещение, кладовку, например. Так, ну, если мы говорили про две коллекции про мальчиков, которые как бы и для девочек подойдут, то, естественно, мы не можем забыть и о девочках, потому что другие две коллекции, которые приурочены для девочек, они очень яркие, насыщенные, имеют интересные принты. Перед вами Unicorn, это пони, причем можно найти ранцы и My Little Pony, и нейтральные принты, не приуроченные к мультипликационной франшизе. И, конечно же, вот тоже шикарный ранец Grizzly, это все, что связано с принцессами. С принцессами это всегда актуально, это популярно, и девочкам это все нравится. Причем, такие принты я называю 3D-принт, потому что я вижу вот такую ткань в форме платьюшка, и вот еще в подарок небольшой презент, это качественный брелок. Так, мой ассистент сейчас заберет этот ранец, а я немножко расскажу про Unicorn. Вот тоже необычная форма объемного ранца, если ребенок маленького роста собирается в первый класс или даже второй, этот ранец может показаться большим. Так что здесь нужно выбирать правильный вариант, опять же, мы это все одеваем, показываем. Здесь, например, мне нравится, что есть специальные замочки, которые мы можем отстегнуть, и что делать? Увеличить, то есть поднять или опустить лямки. Это все необходимо, когда ребенок растет, и лямки необходимо поднять для того, чтобы ребенку было комфортно носить ранец. Тоже приставлен специальный фиксатор, очень жесткое дно, реально жесткое. И основной отсек, я уверен, что он достаточно большой. И, кстати, друзья, обязательно ищите сюрпризы в ваших ранцах. Объясню почему. В нашем магазине представлена масса ранцев, где каким-то случайным образом, ты открывая этот ранец, находишь какие-то интересные фишки, и эти фишки уже входят в цену самого ранца. То есть здесь мы получаем вот такой привлекательный пенал, жесткий, бывают мягкие тубусы. И специальная такая сумочка, чаще всего предназначена для смены обуви. Ну, кто-то использует ее там, не знаю, для спортивной формы. Если там проходят, не знаю, предметы физкультура или ритмика. Ритмика, кстати. Это в моем детстве ритмика была. И, в принципе, все. Девочки, в первую очередь, обращают внимание на привлекательный дизайн и только после этого на все удобство. Чаще всего в выборе участвует родитель. Но родителю нужно тоже объяснять, что с этим ранцем не вы, а ваш ребенок будет ходить на протяжении нескольких лет. И это имеет большое значение, когда именно ребенок принимает участие в выборе ранца или рюкзака. Если сегодня к вам пришел покупатель, который говорит, да я просто зашел посмотреть, обязательно порекомендуйте в следующий раз посетить наш магазин вместе с чадом, с ребеночком, чтобы ребенок увидел и понял, какие же здесь красивые и привлекательные ранцы и рюкзаки. Добавлю следующее. Очень часто и в вашем детстве, если вы вспомните, происходили такие нелепые вещи, когда 29 или 30 августа в последние дни перед школой родители собираются на базары, барахолки, зеленые базары для того, чтобы найти тот самый рюкзак. Во-первых, какой здесь есть минус? Ребенок получает дикий стресс, потому что прямо перед школой нужно все идти, приобретать. Все на этих базарах выглядит тускло, неярко. Перебор людей, которые там ходят. Вот ты как в каше в этой толпе находишься. А если это еще жара, то вообще страшно представить. В конечном счете все это превращается в жуткий ад. Какое преимущество имеет наша компания? Во-первых, наш back to school начинается с 15 июля. По факту мы еще раньше начинаем предоставлять ранцы и рюкзаки для наших покупателей. Первое, это дата. Второе, это просто огромный выбор. И посмотрите, как здесь все выглядит радужно, пестро. Я сейчас закадрово добавлю видео и покажу, что вообще представлено в нашем магазине Melaman Grand. То есть это реально впечатляет и привлекает. Ребенок, приходя в наш магазин, он находится в такой некой эйфории, под впечатлением. Он еще будет отдыхать или она целый месяц. И вот тут мы выбираем ранец или рюкзак, и ребенок получает колоссальное удовольствие. После этого мы еще и туда канцелярских принадлежностей можем накидать в этот ранец или рюкзак. Так что это такая основная главная ценность, чем мы отличаемся от всех других компаний, ЭП и частных представителей. И также я добавил бы еще одну главную составляющую. Многие считают, что получат большие скидки на рюкзаки иранцы в конце августа. Но поймите, что в конце августа весь этот ассортимент не будет представлен в таком большом объеме. И покупатель будет довольствоваться лишь тем, что осталось в нашем магазине. Так что уже сегодня мы рекомендуем и объясняем покупателю, что до 15 августа вам уже необходимо не только определиться с выбором, но еще и приобрести правильный и нужный рюкзак или ранец. Ну что же, мы переходим теперь к школьным рюкзакам, которые подходят не только для школьников, но и также для людей, кто просто зашел в магазин и хочет приобрести какой-нибудь простой и удобный рюкзак. Так, первое это PASO. PASO это польский бренд. Мы видим, что здесь представлены принты Minecraft и вероятнее всего такой рюкзак купит, естественно, ребенок, который увлекается вот этой всей вселенной песочницей Minecraft. Так что здесь мы много не расскажем, но даже в простых рюкзаках я вижу светоотражающие элементы. Я вижу анатомическую форму со вспененным поролоном. Я вижу S-образные лямки. Про все это нужно говорить. Несмотря на то, что ранец выглядит достаточно, точнее рюкзак выглядит компактно, отсек у него вполне впечатляет. На сегодняшний день существует масса школ, где школьные принадлежности, а точнее учебники расположены в специальных шкафчиках и ребенок с такими рюкзаками не таскается, а берет все самое необходимое. Чаще всего это ланчбокс с обедом или завтраком и специальную бутылочку с напитками или с чаем. Так что вот как раз вот такие рюкзаки это идеальное решение. Идем дальше. Вот такая форма рюкзаков вы обязательно ее увидите. Причем форма может быть одинаковой, но принтов у нас около 8 разных разных точно есть вот этой модели Эрик Раус. Обратите внимание на этот рюкзак. Он очень практичный, легкий, нейтральные цвета, я бы сказал. И он идеально подойдет для той мамочки, которая просто выходит на прогулку, там не знаю, в центре города, берет с собой ребенка и просто хочет погулять. То есть это отличное решение предназначено не только для школы, но и для свободных прогулок. Вы выбираете рюкзак или ранец для ребенка и тут же говорите мамочке о том, что, внимание, у нас есть рюкзак, который мы можем подобрать и для вас. Также очень часто родители приходят не только с одним ребенком, но и со вторым или с третьим ребенку, младшему там 4 или 3 года. Он тоже хочет внимания, он постоянно, обратите внимание, перебивает родителя, он хочет что-то спросить. И вот как раз для такого ребеночка мы можем предложить маленькие рюкзачки. Я их не взял сейчас с собой, но они достаточно компактные, необъемные. Туда даже не поместится бумага формата А4, но какая-нибудь бутылочка, обед, пару цветных карандашей, тетрадка. Все это можно уместить вот в этот компактный рюкзачок. Причем франшиз у нас тоже достаточно много. В каких-то моделях плавник выпирает у акулы, в каких-то моделях зверек с ушками. Это такой трехмерный рисунок, который всегда можно предложить и показать. Кстати, мой ассистент Александра принесла вот такой еще маленький рюкзачок. Это, я бы сказал, такой отличный органайзер дорожный, в котором находится ограниченное количество канцелярки. И, кстати, здесь еще есть место, сюда что-то можно поместить. Радужная маленькая девочка в восторге от вселенной My Little Pony или просто пони, как раз неравнодушно обратит внимание именно на вот такой маленький рюкзачок. И есть еще вот такой вариант, такой более спортивный. Язычки здесь достаточно объемные. Это тоже гризли. Это уже рюкзаки, которые продаются для тех родителей, которые не предпочитают ортопеды и с третьего класса уже покупают вот такой рюкзачок. Чаще всего они используются до седьмого класса, но кто-то может еще и приобрести постарше. Я вижу, что здесь принт в принципе нейтральный, семерка гризли, но сам по себе рюкзак небольшой. Конечно, чтобы для вас представить весь ассортимент наших рюкзаков иранцев, потребуется 100% не один час, потому что их достаточно много. И про каждый рюкзак или ранец можно рассказывать много полезной и интересной информации. Но сейчас мы для вас... Юлечка, привет! Сейчас для вас мы добавили самое ключевое и необходимое. Я, конечно, просто обязан показать самую бюджетную линейку наших полуортопедов и рюкзаков под названием SunAid. Если это детский принт, то мы прям видим, что здесь написано SunAid. Если это подростковая тема, то просто написаны буковки SE. Главная особенность заключается в том, что это компактные модели по демократичным ценам. Цена 9590 тенге. Это вполне доступная цена, когда покупатель находится в поиске не только хорошего качества, но и привлекательной цены. Все это мы продаем на протяжении 3-4 лет. SunAid уже давно зарекомендовал себя и показывает просто хорошие продажи. Уверен, что в ваших магазинах такие рюкзаки для начальных классов, для старших классов представлены в продаже. И вот еще одна такая моделька. Я неравнодушно отношусь к геймерскому направлению. Все, наверное, прекрасно знают, что я обожаю играть в видеоигры. И мои истоки начинались именно в направлении мультимедиа. Также вы можете найти джойстик, игровой геймпад. Можно найти вообще такого ниндзю, который будет похож на Какаши Сенсей. Сейчас закадрово покажу вам. Не нужно, не нужно. Закадрово покажу вам. И если кто-то говорит, что это Какаши Сенсей, не нужно, значит, закадрово не придется. Вот-вот-вот, видите, да? Не нужно переубеждать и говорить, что это не Какаши с Наруто. Если ребенок видит и представляет, что это тот самый воин с Наруто, пусть и представляет. Потому что у нас есть ортопеды, рюкзаки с таким принтом и даже канцелярские принадлежности, включая и твердые мягкие пеналы. Так что я вижу, что здесь представлена геймерская линейка. Я бы сам себе приобрел этот рюкзак, потому что он очень легкий. Мне нравится его принт и отсек. Я могу ходить в горы, я могу заниматься спортом и брать все необходимое, помещая в этот рюкзак. И даже в какие-нибудь походы, такие недлительные, на день, например. Саш, подойди, пожалуйста. Да, знакомьтесь, Александра, моя напарница. Сейчас мы примерим. Семь, ассистент. Ассистент. Режиссер, оператор. Так, ну, повернись, как тебе вообще? Удобненько? Да. Я бы еще накидал сюда немножко каких-нибудь ланчбоксов и бутылочек, но у нас нет на это времени. Так что вот так вот рюкзаки выглядят. Когда вы демонстрируете, показываете, тестите, все это приносит хорошие плоды и сводится к высоким продажам. Все, снимай. Ну, что же, конечно, можно еще немного поговорить и о пеналах с наполнением от испанского бренда Милан или английского бренда Сантора. Пеналы Кейроу, да, которые, стоит не соврать, там 4190 тенге и там есть небольшое наполнение в комплекте. То есть, по сути дела, у нас масса интересных вещей, которые можно продвигать и про которые можно рассказывать. Но сегодняшнее краткое обучение, оно было направлено именно на понимание, что такое back to school, что такое ортопедические ранцы и школьные рюкзаки, которые мы будем предоставлять нашим посетителям и покупателям на протяжении двух месяцев. Всем желаю высоких продаж и отличного настроения. Пишите в комментариях или мне в личку, что бы вы хотели увидеть в следующем обучении. Ну что же, до новых встреч! Всем пока!